Всем привет и добро пожаловать обратно на войну. В прошлый раз у меня получилось сэкономить аж целых четверть дня. И сегодня я тоже постараюсь по вашим заявкам не ударить в грязь лицом. Посмотрим сколько получится сэкономить. Но для этого надо всех конечно сразу же направить на рабочие места. Так, на нас напали, всё отбили, пять патронов израсходовали. Ну и начнём мы наверное отправлять, ну почему бы и не сарики. Она у нас рабочая девушка, ей надо отдыхать. Повезёт не всем. Некоторые будут работать, некоторые будут отдыхать. Хотя большая часть у меня наверное всё таки будет работать. Так, первая устала и пошла дыхать. Катя, Катя голодна спокойно, значит Катю можно только покормить. И Катя сегодня скорее всего пойдёт у меня наружу. Я долго думал, решал стоит ли продолжать мочить гопоту, но решил что всё таки нет. Наверное не стоит, наверное надо отправить Катю, чтобы она принесла какое-то количество новых материалов. Просто потому, что материалов мне не хватает на постройке. Ну и плюс, у меня всё таки есть маленькое сомнение. Я хочу увидеть, исчезнут ли трупы гопников. Подозреваю конечно, что исчезнут, но может быть и нет. Так, ну у нас остаётся механик, который тоже получит тушёнку, а потом пойдёт что-нибудь эдакое полезное делать. Мне кстати в комментариях писали, а почему у тебя механик, бедняга такой, цвета белого не видит и сидит исключительно дома. Ну а подумайте сами, что ему снаружи делать? Единственный мужик на всё это бабское воинство. Ему просто нечего делать снаружи. Опаньки! Катя, подъём! Так, ладно, механик ты наверное подождёшь, а Катя пойдёт торговать со своим весьма лоханутым другом. В общем, хрен его знает, что делать механику снаружи. Но абсолютно нечего. Плюс это такой персонаж, который у нас попросту конкретно заточен под то, чтобы быть внутри и делать всякие полезные штуки-дрюки. Ну прикиньте, случись что такое, ну, например, я не знаю, там ночью кого-нибудь вибрососиска заглючит, а где механик? А механика-то и нету, он снаружи там в подворотне с гопниками обжимается. Так что механик у нас будет сидеть дома. И дома он будет делать все эти полезные вещи. А вот что мне в обратку отдавай чуваку, я не представляю, потому что сигареты подходят к концу. А что-то ему отдать надо. Ладно, будем потихоньку приторговать, пожалуй, брониками. Это полезная штука. И поскольку это щедрое предложение, наверное, надо набрать вот этого. Кажется, на пилы уходят именно компоненты от оружия. Поэтому они мне, безусловно, пригодятся. Ну и сверху надо полирнуть морковкой. Ха, все еще щедро. Ну, я даже не знаю, не пойдет. Кофе. Так, все еще щедро. Значит, можно что-то еще. О, нормально. И два патрона вместо сдачи. Просто так и на удачу. Ну, наверное, я взверствовать, опять же, сегодня особо не буду. Но надо, конечно, материальчиков нахапать. Что-то я даже, по-моему, переборщил с этим делом. Почему-то их очень мало на сдачу. Вообще. Что-то я не понимаю. Тушенка и бинты. Тушенка и бинты. Не пойдет? Хм. Не понял. Ну-ка, еще разок. Неужели он умнеет прямо на глазах? Тушенка и бинты. Тушенка и бинты. Так не пойдет. Ха. Очень странно. Катя. Все верно. Ну вот, блин, от Кати уже просто почти никакого толка. Ну, ладно. Раз такое дело, значит, будем торговать, чем есть. У нас, в конце концов, есть что предложить этому чуваку. Как минимум, есть много оружия. Есть броники. Поэтому возьмем мы пули. Так, это у нас самогон. Не интересно. Хм. Наверное, стоит взять побольше железа. Но это все еще слишком щедро. Ладно. Значит, сигареты. Сигареты всегда были довольно дорогими и влезают в достаточно большом количестве. О! Как раз почти все. Ну, еще осталось выцеганить у него побольше досок. Доска мне тоже, я так понимаю, понадобится на то, чтобы достраивать мою грядку с волшебными морковками. А в обмен на доску я, наверное, предложу мясо, которого довольно много. И в обратку можно еще даже чуть-чуть железа хапнуть. Так. Забарыжем-ка мы еще чуть-чуть мяса. А в ответ я, наверное, хочу... Хочу тушенку. Ее не надо готовить, поэтому она мне пригодится, пожалуй, побольше. Договоримся. Очень щедро. Блин. Хе. Я уже, по-моему, половину отмычек оставил где-то снаружи, но тут уж ничего не попишешь. Шестеренок было много в одной из локаций, значит, возьмем еще железо. Сахар у меня, по-моему, вагон. Сахар классично идет нахер. А в ответ самогон. Но тоже не особо надо. Таблетки. Бинты. У меня было довольно мало бинтов. Учитывая, что я отправляю скаута в дозор нарушать порядок и наводить порядок, поэтому придется, наверное... Да, придется купить еще бинтов. И что-нибудь на сдачу идет, и, наверное, на этом... Да, пожалуй, все. Больше ничего полезного я здесь не вижу. Хотя у меня, конечно, есть, что еще можно продать. Ну, что тут... Да, наверное, это все. Давай, чувак, проваливай. Вали отсюда, возвращайся к своим. Катя, дверь закроешь. Он даже сам закрыл дверь. Катя возвращается на исходную, а вот механик у нас будет смотреть, что можно сделать. И, конечно, я был прав. Да, действительно нужны оружейные компоненты для того, чтобы делать ножовки. Насколько я помню, на складе нужна была всего одна ножовка, поэтому одна у меня есть, и новую я делать не буду. Можно починить броник, но пока я этого делать не буду. Ну, а также можно, наверное, что-то еще построить. Где наша новая нычка? Что нам нужно для ее апгрейда? Это самый животрепещущий вопрос на сегодня. Для этого нужна ультрафиолетовая лампа и электрические детали, которых нихрена в наличии нет. И я так понимаю, что для лампы они тоже будут нужны. В общем, сегодня будет забег за электродеталями. Опять откнулся не туда, сюда. Так, что-то я не догнал. Где-то я ошибся. Видимо, первый раз я все-таки откнулся туда. Да, откнулся я туда, и здесь тоже нужны электродетали. Их мне нужно 8 штук, получается, минимум. Ну и сейчас у меня явно всего этого не хватает. Ладно, будем надеяться, что их там будет в достаточном количестве. А пока... Да, у нас все потихоньку высыпаются. Осталось только послушать радио. Может, там наконец-то объявят, когда будет наконец-то наступление наших военных. Медикаменты подорожали. Хотя они так и были достаточно дорогими. Банда мародеров продолжает бесчинствовать. Стремная музыка продолжает доноситься из зомбоящика, из зомбокоробки. Теплая погода по-прежнему нас радует. И опять ничего нового. Так. Ну, половина дня. Половину дня я сэкономил. Наверное, стоит сделать немножко фильтров. Скажем, два фильтра. И зарядить немножко водки. Водку хотя пока не используем. Если бы я, конечно, знал, сколько осталось времени до конца, я, наверное, зарядил бы всех водярой. Отметить это эпичное зрелище. Ладно, пару палочек для нашего скаута. Нет ничего лучше для нашей златы. И стоит, наверное, зарядить воду перед тем, как скипать день. Примерно четверть дня я также и сэкономлю. Меньше как-то не получается. Хотя можно было меньше, но домашние дела за меня никто не сделает. Так, ну, вроде все. Сейчас механик зарядит воду. И можно скипать день. Завершать его. Можно было бы еще прочитать, о чем они там лопочут. Но я думаю, это вполне подождет до следующего раза. Итак, механик, мастер на все руки. Рукастый-то наш будет спать в кровати. Злата будет, как обычно, охранять. Скаут будет тоже спать. Подготавливаться к тому, что будет на следующий день. Ну и Катя пойдет добывать. Добывать она пойдет на склад, который теперь не опасен. В общем-то, в комментариях мне подсказывали, что если значок опасности пропадает, то бояться там больше нечего. Но я все равно, наверное, буду соблюдать известную осторожность. Я неоднократно говорил, что лучше перебздить, чем обосраться. На этот раз я возьму пилу, которая мне стопудово понадобится. А вот нужно ли мне что-то еще, я даже и не знаю. Отмычка там одна была, но оставил я ее, кажется, в трупе. Единственное что, надо ли брать лопату. И я думаю... Да, я думаю, лопату брать не надо. Но в остальном... Да, в остальном Кате у нас останется полный сил, здоровья и готовности наполнить себя всякими разными штуками-дрюками. Не поймите меня правильно. Ну и я думаю, можно совершенно спокойно все тащить к противоположной части этой локации. Потому что в противоположной части у нас второй запасной выход. Позор через 50 метров. Ну, я так понимаю, что позор... Так, это мы тоже возьмем. Я так понимаю, что позор это по-польски. И что-то вроде... Внимание, наверное. Хе. Можно, конечно, посмотреть в словаре. Но я думаю, что это не совсем важная информация. Так, что у нас здесь? Нам нужно уйти на поиск Елены. Мы будем ждать на рынке ежедневно в полдень. С плюс Д. Окей. Хе. Это, опять же, не особо важная для меня информация. Я так понимаю, те, кто ждал на рынке, успешно скопытились, потому что рынок простреливался снайперами. Увы, но эта история имеет очень плохой конец. Вот теперь, уже почему-то, данная локация у нас помечена как доступная к луту. В прошлый раз, если я не ошибаюсь, здесь был значок воровства. Хотя странно, здесь одна гопота, и из такого значка, в принципе, быть не должно. Но, тем лучше, тем лучше, не будут нам затирать на мозге, что мы там кого-то обокрали. Был такой момент в этой игре, когда гопников гасишь, потом обираешь, а потом все начинают ныть, ой, как мы могли, и обокрали таких хороших людей. Вот такая хрень. Ну и, конечно, дополнительная хрень заключается в том, что пилы почему-то одноразовые. Я уж не знаю, с какого говна и палок они их делают, но, блин, пилы выглядят странно. А вот это, это у нас ингредиенты, и мне, я думаю, они пока не нужны. Только забивать лишнее пространство. О, здесь есть подъем. Так, шестеренки, а пока не нужны. Я думаю, здесь еще будет дохрена полезных вещей, которые спокойно влезут в Катю. Опаньки, да, я все-таки ошибся. Нужно было делать две пилы. Ну, что я могу сказать? Очередной мой мелкий косяк, не критичный, но неприятный. Наверху придется выламывать дверь. О, так, холодильник, это хорошо. В холодильнике обычно куча вкусных ништяков, волшебные морковки, и я даже не буду брать, наверное, мясо. Оно мне не нужно, а вот воду я возьму. И даже водку оставлю. С водкой у меня, в общем-то, тоже все было хорошо. Еще помоев. Ну, и, наконец, последний ящик в этой комнате. Детали. Тоже подойдет. Так, наверх. Там, кажется, наверху еще через крышу можно побегать. И даже здесь можно было забраться. Но я решил, что стоит сначала проверить вот эту комнату. Поискать чужой кровати, следы, ночных всяких бдений. Хе-хе. Не поймите меня правильно. Так, еще одна доступная комната. Целых два ящика, где может быть три нитра гашиша конопля. И радиокомпоненты, которые мне так нужны. Я, кстати, не уверен, что я смогу набрать именно пять частей радиокомпонентов за этот заход. Пожалуй, пришла пора набирать шестеренки. Но все-таки надеюсь, что с компонентами мне повезет. Потому что, поскольку торговец был сегодня, значит, ждать его ближайшие два-три дня бесполезно. А без компонентов я не смогу заапгрейдить генератор морковок. Хотя две морковки я сегодня нашел. И это на какое-то время спасет отца русской демократии. Безусловно, спасет. Так, полночи. Тем временем прошло полночи. Хотя инвентарь так ощутимо забит полезными вещами. Но самого главного все еще нет. Катя, давай. Вся надежда на тебя. Насколько ты удачлива и насколько ты справишься со своей задачей. Крыша пуста. Блин, спортивная девочка. На самом деле, спрыгнуть с высоты больше двух своих ростов, это... Такое нехилое достижение. Вполне можно вбить ноги в жопу. Так. Ну и да, там можно спуститься на склад. Можно было, конечно, пойти в обратную сторону. Но я думаю, что это не стоит делать. Стоит, пожалуй, начать по порядку. Иначе я что-нибудь пропущу, упущу. А внизу вообще голяк. Ну тогда давай обратно. Пропускать и упускать я ничего не хочу. Будем забивать всем самым полезным. Так. Шестеренок набрали. Оп. Еще разок. Еще компонент. Три. Еще два. Всего лишь два. Давай, Катя, постарайся. Я знаю, ты сможешь. Странно, что здесь нельзя собирать всякие... Ну, не знаю, предметы обстановки, типа радио и тому подобного. Было бы неплохо иметь возможность их раскуручивать. То есть разбирать на компоненты, как в том же самом Шилтеде. Там, насколько я знаю, в последних версиях это ввели. То есть можно собрать кучу всякого хлама и разобрать его на полезные компоненты. Хм. Аж целых восемь банок тушенки. Было бы, конечно, неплохо, если бы это было восемь компонентов. Но, увы... Увы... Все это дело нам недоступно. Ладно. Выкидываем мусор и берем четыре комплекта запчастей. Выкидываем вот это и берем еще четыре комплекта запчастей. Что я могу скинуть еще? А скидывать мне больше нечего. И, насколько я понимаю, я в пролете с компонентами. Хреново дело. Очень неприятно. Набрал всего лишь четыре. Одного. Одного, блин, компонента не хватает. Полный блядский артун. Ну и, наверное, вместо воды, с которой у меня вроде в последнее время проблем нет, надо взять еще компонентов. Получится сэкономить всего лишь четверть ночи. Но... Да. Так, а что бы мне еще соптимизировать? Десять патронов, в общем-то, тоже на дороге не валяются. И где-то здесь были еще компоненты. То ли я затупил, то ли я... Да, неужели они были здесь, и я пробежал мимо? Хе. Вот так вот. Вот так вот. Нет. Так, что-то я уже туплю. А где, простите, были мои эпические запасы компонентов? Они были вот здесь, их было всего лишь два, и я спокойно могу их поднять. Остается только задача поднять десять патронов. И их я, наверное, возьму вместо таблеток. Таблетка это, конечно, мега полезная, важная штука, но патроны в ближайшее время мне пригодятся лучше, а таблеток у меня, насколько не изменяет память, было примерно пять штук. Поэтому Катю можно считать по ноздре полной, и она отправляется обратно. В общем, нельзя сказать, конечно, что эта ночь была абсолютно неудачной и отстойной, но, увы, самой главной задачи на сегодня я не выполнил. Мне хватило какого-то одного компонента для того, чтобы заапгрейдить грядку. Придется, наверное, в следующий раз. Кстати, завтра пойдет скаут на разборке, и, возможно, она сможет принести один компонент. Ей всего-то нужно принести один. Не зря я все-таки взял 10 патронов, потому что 7 патронов сегодня пришлось потратить на местную гопоту, она совсем охамела. Придется снова нанести очередной визит вежливости, но это будет уже в следующий раз. Ну а на этом на сегодня все. Большое спасибо за внимание. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин